Обычно мы тоже отмечаем шумно и заметно. У нас обычно бывают какие-то специальные проекты в дню театра, даже вечерние, ночные. Возможно, в этот раз мы все-таки сделаем ночную экскурсию, просто пока руки не дошли еще окончательно. Но в этом году мы более спокойно это делаем, потому что у нас сейчас идет репетиция нового проекта «Семейка Адамс Мюзикл», который мы выпустим в июне, и вся труппа репетирует с утра и до позднего вечера, и просто физически артисты не смогут сейчас что-то подготовить. Несмотря на то, что была пандемия, да, ровно год назад мы закрылись, но при этом мы не перестали общаться со зрителями. У нас было огромное количество интернет-проектов, и наш YouTube-канал достаточно активно развивался, и мы сотрудничали, и даже зрители помогали нам, поддерживали нас финансово вот в этот период, и мы сделали большой спектакль, который не планировался делать. Это был антивирус ТБДТ. Люди просто присылали нам деньги за условно какой-то спектакль, а потом мы решили, что это несправедливо, и сделали для них большой проект специально в день открытия нового сезона. Но мы не переставали работать. У нас ощущение, что у нас не было отпуска. Вот это правда, потому что мы привыкли отдыхать, а здесь как-то и интернет, и какие-то другие проекты. Все это было, было, было. Потом мы резко открылись 3 сентября, и с той поры не останавливаемся. Количество зрителей у нас не уменьшилось, несмотря на то, что есть рассадка. Люди просто, видимо, соскучились по театру, и на сегодняшний день у нас показатели не хуже, чем в любой другой год. Нам очень хочется начать уже какую-то зарубежную гастрольную деятельность. Мы мечтаем уже начать хотя бы с ближнего зарубежья и переместиться дальше, потому что театр находится в таком состоянии, когда хочется покорять огромное количество городов и стран, и о нас очень много говорят, о нас много слышат, нас приглашают. Но вот теперь хотелось бы сдвинуться чуть-чуть за пределы собственной родины, показать театр со всех сторон уже и там, где, может быть, про нас вообще никогда не слышали. Все знают, я когда приезжаю за границу, говорят, о, Сибирь, это далеко, это медведи. Хочется показать, что кроме медведей у нас здесь и нефти. У нас здесь еще есть прекрасный театр, который может конкурировать с ведущими мировыми площадками. КОНЕЦ